Друзья, приветствую! Сегодня мы с вами коротко поговорим о важности игры на гитаре под метроном и об альтернативном способе, который поможет вам научиться выдерживать темп и внутренне ощущать ритмический рисунок, или то, что называется у музыкантов, иметь чувство ритма. Как бы это странно ни звучало, на первых порах не рекомендуется играть под метроном, потому что если вы еще слабо знаете музыкальный текст и сразу пытаетесь играть под метроном, это будет служить только во вред, потому что пальцы будут заплетаться, путаться, это ни к чему. Вначале лучше заучить музыкальный текст самого произведения и только потом потихонечку начинать репетировать под метроном и потихонечку-потихонечку увеличивать темп, доводя его до нужного, оригинального, в котором исполняется та или иная композиция. Умение выдерживать темп, иметь чувство ритма, оно важно, во-первых, вам, как музыканту, во-вторых, оно играет большую роль для слушателей, потому что если вы то медленнее играете, то, наоборот, спешите вперед и не выдерживаете четкий темп, это может раздражать слушателей, и многие даже могут только догадываться, какую композицию вы пытаетесь сыграть. Еще почему важно четко, на мой взгляд, выдерживать ритмический рисунок и уметь держать темп, это когда вы играете в паре с каким-то музыкантом, дуэтом, например, или в ансамбле, тем более, потому что если один из музыкантов четко придерживается темпа, а другой ту отстает, ту забегает вперед, это мало кому доставит большое эстетическое удовольствие. В ансамбле вообще нечего говорить, среди музыкантов есть такое понятие, как пускать петуха, когда все играют одно, а вы вдруг вклиниваетесь или случайно щипаете не ту ноту, где-то в темпе путаетесь, поэтому в ансамбле тоже очень важно чувство ритма. По поводу альтернативного варианта, кроме метронома можно использовать минусовки, опять-таки, тоже после того, когда вы более-менее уже познакомились с музыкальным текстом, и он у вас уже в руках, вы можете читать ноты по листочку или наизусть, если заучили тексты, парочку-тройку раз отработали с метрономом, и потом можно использовать как бы альтернативу ансамбля, подключать фонограмму, минусовку, благо их в интернете огромное количество, можно регулировать темп, можно подбирать любую тональность, и сейчас в качестве примера хочу для вас исполнить мелодию, которая называется «Черное и белое» из кинофильма «Большая перемена». Приятного прослушивания, табулатуру с нотами оставляю под этим видео, и также минусовку в той тональность, в которой я играю, тоже вы можете скачать по ссылке внизу. Приятного прослушивания, репетируйте, у вас все получится. Пока-пока, спасибо за лайки и подписку. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»